я думала он травмированный сидит под тротуаром на обочине хотела его убрать в сторонку он слава богу вроде бы в себе опять пошел на дорогу привет всем стала снимать посмотрела на себя в камеру смотрю гулька на бекрень вот на всякий случай всем привет потому что не знаю у меня видите как получается я сначала снимаю 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 у меня собирается сейчас секунду окно закрою у меня собирается подборочка вот таких маленьких видеороликов сюжетиков и потом я их комбинирую в один большой сюжет поэтому не всегда получается с вами здороваться а делать запись у меня же микрофона нет на компьютере там сложности с подключением состоянием компьютера помните да кто постоянно смотрит тот помнит вот в общем если я делаю озвучку почему звук плохой я записываю на телефон а потом записываю на телефон а потом ему переношу на компьютер и монтирую в общем о чем я хочу мне еще раз здравствуйте наверное будет небольшой вложек так чуть-чуть мы сегодня поехали сегодня у нас пятница вторник пятница пятница четвертое число вот и илюша повезли на занятия и бегом бегом успели успели все молодцы приехали заранее вот в общем все как положено и за этот час смотались в другой район я заплатила коммунальные вынесли мусор даже ящики нашла нашла ящики это я буду потом банки складывать тоже расскажу там чё с ними произошло вот очень нашла ящики и купила зашла в магазин швейный констовары купила сейчас похвастаюсь довольная как слоняка купила в констоварах купила маркер розовый и еще взяла шляпные резинки я прям такая водовольная угадала вы представляете я пошла без ежедневника без планера своего и прям угадала прям цвет тютя в тютю я пришла в машину такая довольная такая счастливая мир дима смотри как прям вообще один в один как под заказ и планер же я свой вам тоже так и не показала обязательно покажу вот чуть-чуть я еще только знаете от выпускных отхожу еще пытаюсь разрешить вопрос забором там тоже свои неприятные нюансы давайте о хорошем косметичка я довольна поместилась в косметичку все что мне нужно вот прекрасно в общем все поместилось даже вторая кисточка поместилась вот в общем очень довольна а я наверное потом в инстаграм то похвастаюсь я еще там не хвасталась если что аккаунт instagram называется точно так же как и канал на ю тубе мама на даче маривлог 92 если у кого-то есть желание заходите заходите будем дружить общаться еще одна хорошая новость прям хочу похвастаться не перенесил нет терпеть познакомилась с девочкой случайно вообще случайно зашла зашла в youtube и выдал в рекомендациях главная страница да вот которая выкидывает рекомендации для вас девочка я так зашла глянула вот и она моя почти тезка зовут ее марина вот я так я чуть-чуть глянула несколько минут сюжет все и меня так за эти стрельнула хочу с ней коллаборацию написала ей в как в комментарии посмотрю зашла в описании канала контактов нету то есть ссылок на отсылок на другие соцсети нету я прям в комментарии написала давай знакомиться есть предложение вот и она мне написала в instagram сразу же мы с ней разобщались познакомились вот и решили сделать совместную коллаборацию даже не одно а несколько не так просто чуть-чуть забегаю вперед в общем ждите скоро совсем скоро я так думаю что в течение двух недель мы уже что-нибудь замутим вот потому что у меня такое что произошло и очень так все складывается что мне надо ей надо и мы в общем совместно совместно решили будем делать будешь делать сделаем 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 это будет мотивация так что кто еще не подписался обязательно подписывайтесь в коллаборации я машина выезжает близко близко очень подъехала поэтому я смотрю чтоб он не ударился попой вот в общем в коллаборации я потом дам ссылку на ее канал наверное я отъеду заведусь иначе он выехать не может заметила что ворота стали сильно далеко заезжать раньше такого не было вот даже следы от краски видите где заканчиваются когда еще окрашивали ворота вот они вот и потом заметила тут эта штука когда-то слетела вот это вот вот это сейчас я покажу ее поближе вот вот я думаю что что то не так а сейчас глянула смотрю она перекрут ну саша ее прикручивал перекручивал я не знаю почему он прикрутил ее на самый край но она вроде бы держится блин мне каждый раз так страшно что она отвалится и ворота просто не остановится но в принципе максимум их докрутит до конца вот этой балки реки за зубчатой вот но дело то в том что они 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 сейчас давайте глянем вы видите как она выходит прям вот барабанщик вот он зубчатый барабанщик ну вот прям 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 вот он на последних зубцах ее останавливает дело в том что вот она вот эта балка которая держит верху ворота видите да вот но если ворота выйдут за предел этой балки то они упадут а вес их килограмм 300 но они очень тяжелые они не из профиля они из металла сделаны из металла вот она толщина металла вот они невероятно тяжелая я вы даже не знаю что мне делать решила я все-таки перекрутить попробовать на место вот здесь как она была раньше не знаю а силю оси рюлья сейчас попробую слушайте только вышла из дома уже они дерутся как это уже надоело сил моих нет ой а на чем она держалась слушайте ними ни на чем а а как так вышли дырки ничего она реально ни на чем держалась здесь хотя бы как упор выступает вот это болт вот этот блин пошла я возьму новый по металлу вот этот видите он слизом полностью вот пошла пойду возьму новый шуруп или как кого-то называют по металлу так у меня два разных по длине это который покороче попробую сначала покороче вообще не представляю что это будет и как это будет и будет ли это вообще по ходу нет так понятно ясно не тот не тот это металл наверное придется старый прикручивать я просто не знаю как же она крепилась вообще в принципе в целом никак ёбаный бобаный вот это я напортачила он не не крутится не держится вообще ничего никак капец а также она изначально держалась до того как отвалилась не интересно каким образом а я поняла вот этими двумя маленькими шурупами лишь надеюсь вам видно хоть что-нибудь вот этими маленькими двумя держалась она все естественно ну вот они видно вам нет вон они едва едва торчат и вот едва 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 так а что ж мне теперь делать трындец как быть как же быть взяла удлинитель протянула мой новенький шуруповерт и насадочки как раз помните брала вот сейчас мы его и испытаем удлинитель правда лежал под дождем брошенный я-то думала мальчики занесли в теплицу хренушки никто ничего не занес так попробую коричневый так это закручивается ой мне больше болгарку было хорошо а вот так полностью надо его поставить да 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 ну ой как оно должно быть правильно я не знаю так нам надо в другую сторону нет в одну честно сказать ничего не понимаю ой переключать же надо когда так это у нас что-то переключает тоже непонятно что а вот кнопка волшебная кнопка а вот здесь надо вот так о в другую сторону блин эти все штуки надо переключать когда когда он перестает крутиться вот это что значит надо почитать инструкцию ну вроде как он более плавно крутится ой мамочки давайте попробуем что из этого получится а самое интересное чем быстрее крутится тем больше люфтит значит обратно найда уйди а не до тебя сейчас многие думают сейчас на на шо ты делаешь возьми сверло по металлу а нету ой сверлит я покажу видно вам нет надеюсь видно так чуть-чуть видите чуть-чуть есть сейчас еще чуть-чуть сделаю а водичкой полить а плюнуть так ну давайте попробуем вот этот вкрутить будет толк не будет наверно них не будет никакого толку в действительности то что там куда-то криво идет непонятно ничего чё куда чё куда вроде нормально извиняйте за отсутствие эстетики слабонервным не смотреть чем есть у меня такая мысль ляпнуть сюда клей водостойкий прикрутить прикрутить в действительности все это херня нихера он не прикручивается блин твою мать ой господи и надо сделать вот еще вот эти вот эти штучки тоже переделать смотрите какое невероятное везение на замену вот этим двум нашла вот эти два вот надо было два и два нашлись счастье то какое так а вот на замену ай дим где-то на кухне вот на замену вот этому я нашла вот такой он чуть поменьше сейчас пойдем попробуем чищу мусор вычищаю обезжиривать мне нечем честно говоря клей этот держит нормально и не знаю конечно как здесь будет всех пауков вытрусит отсюда солнце отсечивает ничего я не вижу к сожалению дим пожалуйста постой не выходи пока ты меня слышишь я пока не могу тебя выпустить я не знаю как ты с велосипедом то пойдешь но подожди две минутки пожалуйста 5 минут 10 сколько понадобится так я не трус но я боюсь слушайте такое чувство что здесь чего-то не хватает она слишком широкая как будто не хватает какой-то пластины она просто болтается просто болтается сейчас я покажу вам смотрите вы видите какое какая пустота что это такое как оно должно крепиться какая-то фигня полнейшая так не должно быть хотела найти деревянный брусочек чтоб туда подложить но я нашла крышечку вот нашла крышечку я нашла крышечку я ее примерила она чуть-чуть широковато 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 я хочу ее один край вот так зашкурить под скос главное не переборщить о вы знаете стало идеально прям вообще идеально я единственное что хочу еще добавить клея поскольку я тут уже поюзала изрядно хочу добавить клея тяжело давится клей мы уже год 4 наверное этой бутылки такой долгоиграющий я конечно очень довольна слегка за это время загустел так и крышку еще надо на всякий случай чтоб было ну да я все делаю а вам не видно так ну пока хорошо пока хорошо пусть сохнет не знаю что вам было видно что нет теперь передо мной стоит новая задача очистить вот это потому что с клеем на пальцах прикручивать я ничего не могу ну что я тут уже начала прикручивать потом вспомнила что камеру не включила я даже боюсь сильно прикручивать потому что ее сразу в сторону отводит она же там сзади оказывается ничем не закреплена так ну установила я ее правильно так 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 а где еще все как всегда потеряла 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 вот она нашла но мне кажется что он вряд ли поможет что ничего не вкручивается ну да что клея туда мазнуть что ли в ту дырку попробую вот этот старенький который коротенький вкрутить надо подождать минутку чтоб чуть клей прихватился зарезинил представляете вот такая вот махина ворота несколько я даже не знаю как сказать но очень тяжелые ну муж бывший говорил что они килограмм 200 весят 200-300 я не помню точно знаю что они очень тяжелые и вот они держались вот на такой маленькой писюлечке вот на этой вот писюлечке маленькой представляете при том что эта писюлечка еще и болталась а я смотрю что они когда открываются точнее они заезжают все дальше и дальше дальше я блин и меня прям вообще я уже не выдержала думаю господи как заедут как завалятся и что делать буду все оставляю сохнуть больше крутить просто боюсь потому что ну там не за что не во что крутиться там же ж не резьбы ничего нет пластик вот этот он слизан и шуруп этот или болтик как его правильно не знаю саморез ли он по факту там просто болтается вот он уперся в эту рейку металлическую слегка и все сейчас я еще чуть подмажу клеем потом когда высохнет ну часа через два пойду чуть это ну проверю может подтяну маленько вот даст бог будет держаться но это вот такой вот мой женский вариант ремонта но если будет болтаться поеду уже тогда в фирму придется денежку платить чтобы мне как-то вопрос этот порешали смотрите что я высмотрела да действительно вот видите здесь брусочек стоит какой-то специальный вставлен а там его нет вот он видимо вывалился где-то а сейчас уже и не найдешь вот так вот так что держалась просто каким-то волшебным чудом этот стопор магнитный вот тот тот да ну вот тот который сейчас клеили и крутили клеила и крутила держался оказывается просто каким-то волшебным чудом а этот видите хорошо стоит мертво и причем он прикручен на самый-самый край но дело в том что вот на этот стопор приходится основная нагрузка потому что здесь-то по сути ворота вот встали и практически уперлись в желтую в пазик да вот а там то они в конце останавливаются за счет вот этого стопора то есть хотя фиг его знает нет двигатель то крутит по реке по зубьям ворота крутит я не знаю почему так получилось но почему-то так вышло ну даст бог будет держаться я очень на это надеюсь доброе утро следующий день проверяемся ну вот клей стек вот таким пузырем я даже не знаю оставить его или наверно пока оставлю потом срежу и он еще естественно не застыл его слишком большой пузырь получился много видимо сильно налила от души в общем ну вот так вот я дергаю оно стоит нормально давайте попробуем открыть волнуюсь страшно потому что мне еще на работу ехать надо выезжать я совсем забыла про свои ворота встали ура господи милостивый встали 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 как надо так боже прям страшно видите она вот прям хорошо упирается вот в этот штырёчек вот вот эта штучка она вот прям видите впритык вот к этой железяке вот то есть она уже никуда не слетит держится боже как слава богу так давайте еще разочек чтобы я когда заезжать буду была спокойно оно конечно получилось у меня немножко под уклоном чуть-чуть вот сюда уклон в правую сторону такой небольшой уклончик видите да так клеем намазала так намазала поехали дальше поехали в обратную сторону так ну вроде бы хорошо ой как я волнуюсь так ну все я на работку все слава богу вроде бы окей все ну естественно я вернусь с работы я еще проверю и проверю вечером клей как раз досохнет я надеюсь но ему сохнуть нужно сутки но я думаю что в нашем случае нужно будет больше ну во всяком случае пока держится ура я молодец ставьте лайк этому видео и конечно же подписывайтесь на канал до скорой встречи увидимся в новых сюжетах телевизор господин